Привет, друзья! С вами снова Антон, канал Street Workout, и мы продолжаем разбирать программы Дмитрия Головинского про подтягивания. И если вам не хочется смотреть полный разбор получасовой болтовни, то давайте дам вам краткое резюме. Программа для продвинутого уровня Дмитрия Головинского — это псевдонаучный мусор. Мусор, потому что программа, которая говорит, что вам нужно будет тренироваться 5 недель и при этом обещает увеличение количества подтягиваний на одно повторение, для тех, кто уже подтягивается 12-24 раза — это мусор. Если вы сейчас, допустим, подтягиваетесь 20 раз, то просто выйдя через пару дней свеженьким, отдохнувшим, выспавшимся, хорошо поевшим, вы сможете прибавить одно повторение — это уровень погрешности, а никак не результат 5 недель тренировок, основанной на куче различных таблиц и формул. И, собственно, псевдонаучная эта программа, этот псевдонаучный мусор именно потому, что там огромное количество различных экселевских таблиц, что-то формул, цифрок, но все они взяты Дмитрием из головы, о чем он сам признается в конце программы. Поэтому однозначный вердикт — не тратьте свое время на эту ерунду. Ну а для тех, кто хочет узнать подробности, я сразу скажу, что в этом видео я не буду смотреть целиком и показывать вас, мучить вас этой получасовой ерундой, а буду конкретно разбирать отдельные моменты этой программы. Но перед тем, как мы приступим, хочется обратиться ко всем мамкиным фанатам Дмитрия Головинского, которые говорили, что я хайплю на нем, пытаюсь на нем хайпить. Ребят, ребятушки. Мои ролики в последнее время собирают сотни тысяч просмотров, а один даже идет на миллион. В то время как видео Дмитрия Головинского как собирали пару десятков тысяч, так и собирают. Большинству людей плевать на Дмитрия Головинского, они не знают, кто это такой, и он им вообще не интересен. Так что говорить о том, что я на нем хайплюсь — неверно. Нужно говорить о том, что он должен быть мне благодарен, что я вообще делаю про него видео, чтобы про него хоть кто-то узнал из широкой аудитории. Ну а теперь смотрим его ролик и комментируем. Дмитрий Головинский неоднократно заявлял о себе, как человек с продвинутым видением методов силовой подготовки. Сам он не раз показывал довольно высокие результаты в силовых упражнениях. Жим лежа 302,5 кг при весе 144 кг, жим стоя 150 на 5 кг, подъем на бицепс 107,5 кг, приседания 300 кг и апогей его силовых результатов — жим лежа 305 кг при весе до 140 кг. Кстати, тогда, ровно через неделю, он еще пожал 300 кг уже на других стартах. Дмитрий Головинский в своих роликах очень любит хвалиться своими результатами, но скромно забывает упомянуть, что все эти результаты были получены исключительно с использованием различных интересных препаратов, без которых он бы даже близко не смог показать такие результаты. Так что можно ли говорить, что это Дмитрий Головинский, пожалуй, 305, или это, более правильно говорить, Дмитрий Головинский плюс препараты, которые позволяли ему сильнее тренироваться, давать больше нагрузку, лучше восстанавливаться? Думайте сами, но лично для меня все результаты, полученные с использованием допингов различного вида, это все равно результаты, полученные с помощью препарата. То есть вклад препаратов нельзя отрицать, поэтому давайте честно. Вот можем разделить пополам, 305 кг пополам, половину Дмитрию 150, половину препаратом 150, тогда это будет уже честный результат. Это описательное видео к программе по подтягиваниям для спортсменов среднего или продвинутого уровня подготовки. В частности, людей, которые могут выполнить от 13 до 24 повторений. Вот, в общем-то, целевая зона, целевой диапазон для спортсменов, которые могут использовать предложенные программы, для которых рационально используют предложенные программы. В отличие от первого ролика, где не было такого четкого определения аудитории и потом свои ответки, Дмитрий Головинский говорил о том, что, ну, эта программа, мол, для жимовиков, для людей, которые ее встраивать будут в какие-то там свои другие курсы. Здесь он четко и однозначно определяет, что единственный критерий, по которому участники отбираются для этой программы, чтобы они ему соответствовали, это количество, текущее количество повторений в подтягиваниях. 13-24. Он не говорит о весе, не говорит о стаже тренировок, не говорит о направленности тренировок. Он говорит единственное, что это 13-24 подтягивания. Все. Если вы соответствуете, то вне зависимости от всех остальных параметров, эта программа должна вам подходить. И я оценивать ее буду именно с точки зрения тех ограничений, которые Дмитрий сам и задает, чтобы потом он не мог в комментариях или где-то в ответке писать, что, ну, он же имел в виду, что это вот для его аудитории, для там лифтеров, я не знаю, тяжелых. Нет. Он ничего об этом не говорит. Видео находится в открытом доступе, видео может посмотреть любой желающий и, соответственно, использовать также эту программу может любой желающий. Поэтому оценивать я ее буду тоже с этой точки зрения. Вот смотрите, вот она наша программа. Значит, сперва мы выбираем лист. Вот листов у нас три. Первый лист 13-16, второй лист 17-20 и третий лист 21-24. Зачем так сделано? Условно поделен ваш средний продвинутый уровень еще на три уровня. Начальный, средний продвинутый, средний, средний продвинутый и высокий. Понятное дело, что нагрузка отличается в зависимости от этих всех параметров. То есть вы смотрите сперва внизу на лист, к какой категории я отношусь. 13-16, окей, используем этот. 17-20 используем этот. 21-24 используем этот. Понятно, что тренировочный подход и здесь отличается. То есть в единый шаблон все-таки загнать всех не удалось. Вот и начинает появляться та самая псевдонаучность, о которой я говорил. То есть он зачем-то разделяет уровни внутри уровней, выделяет три листа Excel. Или что-то там огромное количество каких-то цифр, формул. Но по итогу давайте помнить о том, что совсем скоро он нам скажет, что результаты этой программы дадут вам прибавку в одно повторение. Ну он будет говорить чуть больше, там 1-3 повторения. Но по факту ожидаемая прибавка по его плану может составить одно повторение. Зачем? Зачем такие сложности? Зачем изобретать велосипед? Я не знаю. Я вообще не вижу пока. Я изучил содержимое, изучил его эти цифры все, которые он наобум поставил. И общая критика к содержанию программы точно такая же, как и в первом ролике у меня была. То, что недостаточное количество упражнений, недостаточное количество нагрузки. При этом он еще хочет, чтобы вы использовали дополнительный вес, что потребует каких-то материальных вложений, будь то покупка абонемента в фитнес-клуб, либо приобретение пояса и гири или пояса и блинов. Хотя они вообще не нужны. И общее, что я вижу в данном моменте в содержании его программы, она так же, как и первого для начального уровня, ориентирована на развитие силы. И это понятно, потому что сам Дмитрий Головинский, он силовик. И он смотрит на подтягивания с точно такой же точки зрения, с какой он смотрел на жим лежа и на рекорды в жиме лежа на одно повторение. Но проблема в том, что тренировка упражнения с собственным весом на большое количество повторений, это совсем не то же самое, что тренировка упражнения с большим дополнительным весом на одно и единственное повторение. И поэтому его программа для новичков, где было небольшое количество повторений, при использовании силового подхода, подхода направленного на наращивание силы, в первую очередь, а не выносливости, она давала гораздо лучший результат, чем использование того же самого подхода, направленного на развитие силы, но при большом количестве повторений. Потому что, как я уже неоднократно рассказывал, у вас есть определенный континул, в котором выполнение упражнения на одно единственное повторение, это чистая сила. Но чем больше повторений вы начинаете выполнять, тем дальше вы начинаете сдвигаться от силы к выносливости. Именно поэтому, если ваша задача присесть с максимальным весом один раз, то тренировки с дополнительным весом вначале будут оправданы. Но если ваша задача пробежать марафон, то от того, что вы будете делать приседания с дополнительным весом на 5 раз на 10, никак не приблизит вас к желаемой цели, потому что она заключается совсем в другом типе тренировок. Но Дмитрий Головинский, ввиду ограниченности своих знаний, не понимает этого момента. Прибавляли в результате в предыдущие программы, они используют дополнительный вес именно потому, что количество повторений не такое большое, и, соответственно, они не так далеко ушли от силовой составляющей подтягиваний. Но чем больше вы выполняете повторений, тем дальше вы уходите в сторону выносливости, и тем больше возникает необходимость тренировки именно выносливости, в развитии митохендриальных функций ваших клеток, ваших мышц, а не миофибрил и не именно силы. Именно поэтому, например, если вы собираетесь подтягиваться 50 раз, то программы в духе Дмитрия Головинского вам ничем в этом плане не помогут. И лучше использовать программы от продвинутых атлетов уличных, действительно с высоким уровнем, например, таких как Зев Заковели из команды Barbarians и его программы Строитель, про которую я обязательно сделаю отдельный ролик, который абсолютно отличается от всего того, что сейчас вам рассказывает Дмитрий, но который действительно работает и позволит вам наращивать подтягивания вплоть до 50 повторений в одном подходе. Причем не таких, как делает Дмитрий с кучей отдыха, о настоящих 50 воркаутских подтягиваниях. Когда открываете Excel-ку, внизу выбираете лист, который соответствует диапазону, в который вы попадаете. Допустим, 17-20. Какие выбрали? Что мы здесь видим? Вес и количество подтягиваний нам нужно вбить. То есть мы вбиваем вес, допустим, 100 ручками пишем. Здесь оно нам предлагает селектор. То есть это 17-20. Значит, здесь у нас либо 17, либо 20. Вобьете сюда 14, не получится. Программа вам выдаст ошибку. Вот. Поэтому вбиваем здесь столько, сколько у вас, соответственно, подтягиваем. Допустим, 19 раз я подтягиваюсь при весе 100. Программа автоматически рассчитала предельный максимум 151, опираясь на то, что с собственным весом при данной закономерности у нас 66%, но это все не суть. То есть это уже технический вопрос, скажем так. Вам нужно вбить вес, вам нужно вбить количество, или если вы продвинутый, и, может быть, вы стрит-лифтер, знаете свой ПМ на раз. Это технический вопрос, который вам не положено знать. Всем участникам программы нужно просто безоговорочно слушать рекомендации Дмитрия, ведь он является гуру, чьи слова непогрешимы. А те, кто зададутся вопросами, почему так, а не почему сделано иначе, столкнутся с волной хейта, как со стороны Дмитрия, так и со стороны его не самых умных поклонников, которые будут рьяно защищать своего кумира. Но дело все в том, что вопросы есть, и вопросы очень серьезные. Потому что единственное, что меняется во всей его схеме при изменении количества повторений и веса, это вес дополнительный, который он предлагает использовать. Но меняется он настолько незначительно, что при тренировках вы даже это не ощутите. Нет никакой разницы в тренировках, выполняете вы 19 кг на 5 повторений или 20 кг на 5 повторений. Да еще и нужно учитывать тот факт, что 19 кг будет гораздо сложнее подобрать с помощью блинов, и многие просто забьют. Более того, сам Дмитрий говорит о том, что можно использовать другие цифры, а не те, которые и выдает программа. То есть если вам выдало 19, но у вас нет 19, вы можете использовать 20 кг. Если вам выдало 21, но у вас нет 21, вы можете использовать 20 кг. Возникает резонный вопрос, зачем вообще нужна эта формула? И почему ее нельзя было адаптировать или округлить, для того, чтобы ее было использовать удобнее? Ведь все равно Дмитрий взял ее полностью из головы. То вы можете просто сюда вбить предельный максимум, допустим, 140. Все. Тогда вот эта графа, она не имеет значения, она вам посчитает, опираясь на эти самые 140. Я отменю, верну, как было. Значит, далее. При весе 100 потягиваемся 19 раз. Вот нам Прога автоматически рассчитала две таблички. Обращаю внимание, табличек две. Первая. Под выносливостный многоповторный цикл. Вторая. Под силовой низкоповторный цикл. На выбор вам две таблички. Вопрос, какую выбрать, какую хотите. Меня лучше торгает на повторку. Я возьму на повторку. Я на повторке, черти, сколько. Мне надоело, возьму силовой. Все это справедливо, все это канает. Значит, разрешается и дозволяется вот эти подходики округлять. Не можете вы набрать 18, поставьте 19, поставьте 17, поставьте 16. Плюс-минус здесь можно округлять вес. То есть, понятное дело, что Прога вам посчитала, заложи сюда некий процент. Она вам выдала. Добавьте, пожалуйста, чтобы процент соответствовал столько-то килограмм к себе на пояс, на ремень. Или как-нибудь еще закрепите на себе добавочный вес. А там уже, конечно, отталкивайтесь от того, что у вас есть на деле. Несмотря на то, что Дмитрий представляет целых две таблицы, помимо всего прочего. Одну рассчитана на выносливость, вторую рассчитана вроде как на силу. Но нигде они в самой программе, ни в описании к ней, он не говорит, что результаты будут отличаться. Единственное, что он говорит, это результат, который вы можете получить, равен плюс один, три повторения за всю пятинедельную программу. Вне зависимости, вы выбираете силовой цикл или цикл выносливости. Зачем было их разделять? Мне не очень понятно. Конечно, может быть, Дмитрию просто нравится графоманствовать, сочинять из головы много разных вещей. Он фанатеет от большого количества цифр в табличках в Excel, но с точки зрения конечного результата это не имеет никакого смысла. Может быть такое, что ваш вес некислый изменился в ходе программы, но я не представляю, ну, не знаю. Вчера вы весили 110, сегодня вы весили 112. Вбейте просто новый свой вес, оно вам пересчитает проценты автомата. Некислые изменения веса за пять недель это менее одного процента, согласно Дмитрию. Я не знаю, как можно измерять проценты в кислости, но если мы возьмем стакан воды 100 миллилитров и добавим в него меньше одного процента лимонной кислоты, то я не уверен, что мы вообще сможем почувствовать, что вода стала более кислой. Поэтому с этой точки зрения говорить о том, что вес некислый изменился, я думаю, что нельзя. Значит, зачем это надо? Вот вы можете сказать, б***ь, я молодец, я делаю 22 раза, зачем мне вообще в черту уперлась эта самая резина? Не надо вот так вот говорить, потому что все-таки очень и очень полезный элемент. Во-первых, во-первых, если вот вы делаете 22 раза. Вот я когда жал 305 килограмм, я мог на 20 раз пожать вес, ну, что-то в районе 170, 180, 190. И 200 даже на 20 жал. Уже сходу не забыл. Вот вы можете представить, вот 200 я жму на 20 раз. Разовый мой максимум 305. Вот я пришел и начинаю тренировку с жима 200. Уму непостижимо, травматизм зашкаливает. Точно так же и у вас. Надеюсь, вы понимаете, да, что для вас вот тот же 20-повторный максимум, это собственный вес. Обязательно использовать резину, какую вот здесь вот сказано, если промотать вот здесь по тексту. Вот она градация, она неизменна. Что с прошлой программой, что в этой. До 60 вы весите. Резина должна снимать 5,22 примерно. От 60 до 90. 11,36. Свыше 90. 17,54. Я свыше 90, я использую зеленую. Понятно, что это все условно. Это абсолютно неправильная аргументация с точки зрения логики. Потому что когда вы жмете 200 килограмм от груди, это, учтем, допустим, что его собственный вес был 100 или даже 140, что гораздо больше, то 200 это все равно гораздо больше его собственного веса. Когда вы выполняете подтягивания, то нагрузка, которую испытывают абсолютно все структуры вашего организма, она меньше вашего собственного веса. По той же логике, если вы собираетесь присесть на стул, то перед этим нужно сделать несколько приседаний с использованием резинки. Потому что приседания это тяжелое упражнение, и вы можете поломаться. Даже если вы приседаете 20 раз, вы можете поломаться. Отжимания от пола – огромная нагрузка. Перед тем, как делать будете отжимания, даже если вы 20 раз отжимаетесь, обязательно сделайте отжимания от пола с резиновой петлей, которая будет вас поддерживать, чтобы вам было проще. Звучит по-идиотски, да? Более того, если мы попросим Дмитрия представить основания для подобных заявлений, например, может быть, он видел действительно где-то есть статистика, какие-то исследования, которые говорили бы о том, что подтягивание – это очень травмоопасно при выполнении, собственно, весом. Но нет, ничего подобного мы не встретим и не можем встретить. Наоборот, каждый день вы сталкиваетесь с тем, что люди выходят на площадку в обеденный перерыв, эти обычные офисные ребята пытаются что-то подергаться на турничках, пару повторений, и идут дальше. И никто из них не ломается. Удивительно. Как же так происходит? Подобное аргументирование необходимости использования резины не выдерживает никакой критики. А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, можем обсудить. И поскольку он сам заговорил про резину, то воспользуюсь случаем, чтобы рассказать о спонсоре нашего канала в магазине WorkoutShop.ru где вы можете купить лучший спортивный инвентарь для тренировок дома и на улице. В том числе резиновые петли разной степени жесткости, которые подойдут как начинающим атлетам, так и продвинутым чемпионам. Ссылка будет в описании. Делайте заказы и поддерживайте наш канал. Там также можно купить вот такую классную одежду с логотипом Street Workout, которая согреет вас этой зимой и позволит тренироваться с комфортом. В 2019 году он заинтересовался темой подтягиваний, но потерпел неудачу в первые 4 месяца своего проекта. Однако затем, не желая сдаваться, довел свой результат в подтягиваниях до 34 повторений. Это самая-самая легкая техника для подтягиваний, и именно в ней были установлены рекорды. На ютубе есть ролики, где люди в такой технике подтягиваются 100 с лишним раз, 100 с лишним повторений делают именно в этой технике. В отличие от нее, подтягивания нон-стопом, как, например, любят подтягиваться стрит-воркаутеры, намного сложнее, потому что у тебя нет вот такой длинной фазы отдыха, когда все твои мышцы, кроме хвата, отдыхают, и, соответственно, могут сделать еще одно повторение. Интересно, сколько бы он мог сделать нон-стопом, вот без отдыха, в одном темпе, или максимум с паузы в верхней точке, где это действительно тяжело осуществить, а не в нижней, где ты отдыхаешь. Есть, понятно. Еще, ах, кстати, по поводу резины, извините, вот еще буквально пару слов. Как же с ней делать? Сама манера исполнения, да? Это тоже важно. Я не зря сейчас врачу ваше время. Вот смотрите. Вот зацепился человек за резину, делает один, делает два. Правильно, как вы думаете, я сделал? Вот сейчас ответьте. Правильно ли все сделано? Нет. Что дает нам резина? Тех, кто жал с резиной, вот могут понять. Вот вообще, да, ну, я ж не, не знаю, только что чуть не ляпнул имя одного персонажа, да? Моя задача перенести весь свой опыт на подтягивания и как бы донести до вас всю, как бы эффективность и соль метода. Почему эти повторения неправильные? Потому что в них нет акцента. Я уже много раз вам говорил, показывал даже на моделях, что в подтягиваниях акцент должен быть снизу. Вы должны сделать резкий и мощный удар. Давайте еще раз посмотрим. Вот закрепили. Ноги прямые, пацаны. Никаких колен в резину мы не вставляем. Резина строго по центру. Вот смотрите, раз, два. Это неправильно. А вот все будет правильно. Бабах. Бабах. Вот когда вы вот так вот научились делать с резиной, у вас в итоге получаются вот такие вот синглы. Вот смотрите, я сегодня делал 65 кг плюс. Посмотрите на манеру выполнения подхода. Посмотрите, какой снизу. Вот снизу, подчеркну, взрыв. Вот чтобы у вас такой взрыв был, чтобы вы могли по максимуму использовать потенциал снизу, манера выполнения подтягивания мощная взрывная. Уже говорилось. Еще раз покажу. Вот полтинничек, да? Установленный вес. Ребят, делаем так. Когда вы делаете на взрыв, у вас сокращается максимально мышечное волокно. Это вот основа всего силового тренинга всей силы. Когда вы развиваете максимально мощное усилие, у вас мышца работает. Вес может быть непредельный, но мышца работает вовсю. У вас рекрутируются эти самые высокопороговые волокна. Называйте, как хотите. Понимаете? Поэтому взрыв. Пожалуйста. Замечательно. Скажу честно, я не знаю такого научного термина, как акцент в упражнении. И что он под этим понимает, я не могу сказать. Но я вижу, что повышается резко травмоопасность. Когда вы из самой нижней точки, когда ваши мышцы максимально растянуты, когда они находятся под максимальным напряжением. Если вдруг кто не смотрел ролик «Кривая напряжения длина мышцы», то посмотрите его, вы поймете, о чем я говорю. И вы делаете резкое движение, травмоопасность повышается. Не говоря уже о том, что в конце он как-то странно дергает головой. И это может быть не очень хорошо для позвонков шейного отдела позвоночника. Поможет ли вам это сделать больше повторений? Нет. Вообще никак. И нет в этом необходимости. Его апелляция к тому, что таким образом вы задействуете все мышцы, мышцу целиком, она не выдерживает критики. Потому что выполнение упражнения не с максимальным весом, но с максимальной скоростью это лишь один из трех возможных путей, задействованные высокопороговых мышечных волокон, если мы про них будем говорить. Другой путь – это использование максимального веса, максимальной дополнительной нагрузки, максимальной нагрузки в упражнении, чтобы у мышц было максимальное сопротивление. И третий путь, который нас будет больше всего интересовать, это выполнение максимального количества повторений до мышечного отказа. У вас тогда сначала будут задействоваться низкопороговые мышечные волокна, а затем начнут задействоваться высокопороговые, Помимо того, как нагрузка будет увеличиться И мышцы будут уходить в отказ Таким образом, нет абсолютно никаких Научных оснований для того, чтобы заявлять Что нужно делать потяни именно таким образом Потому что Пауз заложенных отдыха между подходами Очень важный момент Особое внимание атлетам рекомендуется уделять подходы с заболочным весом Их нужно делать состояние максимальной психической активации Подходить ответственность, сконцентрированный, настроившись Ну, вы понимаете, да, что Я там шел за помидорами, пришел домой Ага, надо потренироваться Сделал подход, сижу там за компом, играю А, вот все, с весом нацепил вес, делал Не, не катит Ну, тоже, да Ну, как бы мы же за спорт, за прибавки Все такое сконцентрировано, мощно настроившись Все можно порычать и поорать и дать себе Вы тут железо поднимаете, а не в игрушки играете, да Поэтому максимальный настрой, концентрация Не, ну, можно, конечно, между подходиками в телефоне полазить Но на подход, извините Отличательная особенность стритворкаута Где тренировкам подходят на расслабоне Тренировка должна быть в кайф Это не какой-нибудь там фитнес-клуб Это не какая-нибудь качалка, где суровые ребята Бьют себя по щам и пытаются присесть как можно больше Нет, мы здесь занимаемся на дурниках На брусьях в свое удовольствие И подтягиваемся много, и отжимаемся больше И поэтому, когда вот этот вот сжимовик-толстячок Говорит о том, что нужно прям сурово настраиваться на каждый подход А по итогам своей программы с таким настроем Обещает вам прибавку всего 1-3 повторения Я не знаю, как можно серьезно на это реагировать Я могу сказать, что вы абсолютно расслабившись Естественно, когда вы подтягиваетесь, вам нужно собраться Вам нужно сконцентрироваться на выполнении подхода Но это именно что концентрация Это не серьезные щи Вы не должны себя хлистать по лицу для того, чтобы выполнить повторение Нет, вы можете абсолютно расслабленно подойти Собраться, подтянуться 20 лишним раз Слезть с турника, расслабиться и ждать своего следующего подхода Если вы посмотрите, как тренируют стоповые уличные атлеты А они именно так и делают Они еще шутки шутят, общаются между подходами И получают при этом замечательные результаты Это особенность стритворкаута И если вы хотите получать хороший результат, не надо Не надо, пожалуйста Меньше всего хочется на улице видеть эти серьезные рожи Которые относятся к тренировкам как к чему-то невероятно важному в их жизни Если, конечно, у них в жизни нет ничего больше, кроме зала или турника Это печально И стоит задуматься над тем, чем вообще вы занимаетесь в жизни Если для вас подтянуться больше раз имеет какую-то вообще ценность Или пожать там большее количество килограмм Ребят, это все ерунда, честно говоря Это просто забава, веселье, способ провести время Но не более того, никакой ценности в этом глобально нет На данный момент Я уже, знаете, последние вот Сколько, ну пару недель Так сидишь на программу, смотришь Думаешь, что-то вот все-таки что-то еще Ну вот что-то Может еще что-то изменить Ну уже думаешь, нет Уже пару дней смотрел Вчера ничего не изменил Позавчера ничего не изменил Люди, которые тестировали, тоже вроде хорошо отзываются Ну понятно, что у меня здесь нет контроля групп Я не могу полноценно, как бы, да, знаете, что называется Там несколько лет проводить тестирование И вам выдать там на 100% идеально готовый продукт Поэтому Расставлено, расписано Так, как это должно быть А там уже не обессудьте Я всегда за обратную связь Вместе сделаем прогу идеальной Если она пока еще таковой не является Хотя надеюсь, что все-таки Как минимум, ну Темпы прогресса она вам обеспечит Вот написано 1-3 за 5-недельный цикл Ну Я даже не знаю, что сказать Потому что Это не научный подход Это реально какой-то шаманизм То есть вот он посмотрел Ему показал, что ничего менять не нужно Проводить исследования, тестирование У него нет времени Так что держите Дерзайте И удачи вам Для сравнения У меня есть Образовательная программа Сотка В которой приняло участие Не три коллеги А сотни тысяч людей По всему миру И когда я вношу Какое-то изменение В эту программу То оно основывается Именно на научном подходе Приведу пример Изначально в программе Была тренировочная схема 6 дней тренировок 1 день отдыха И в какой-то момент Я подумал А что если мы добавим Еще один день В который будет Отдых Слэш растяжка То есть я сформулировал Гипотезу О том, что Добавление подобного дня Повысит Эффективность Повысит результат Участников программы Увеличит процент Тех, кто дошел до конца И увеличит Их итоговые результаты Я сформулировал Нулевую гипотезу Которая Собственно Формулируется Как Добавление этого дня Никак не Повлияет Статистически На результаты Участников Затем Один из запусков Программы Я разделил Людей на две группы Несколько сотен человек Пошли в Старую схему Несколько сотен человек Пошли в новую схему И затем По итогу запуска Я проанализировал Почти тысячу результатов И посмотрел Действительно ли Добавление еще одного Дня растяжки отдыха В тренировочную неделю Положительно сказывается На результатах Которые в итоге получают Участники Получил подтверждающий результат То есть убедился в том Что моя гипотеза верна И только после этого Выкатил уже обновление На всю совокупность На всю программу На всех участников И с тех пор Собственно Тренировочная схема Не 6 плюс 1 А 5 плюс 1 плюс 1 И если вдруг У меня возникнет Какая-нибудь еще Гениальная идея И я вот посмотрю на программу И решу Что надо в ней что-то изменить То изменения будут Вноситься именно По этой же схеме Я сформулирую гипотезу Сформулирую нулевую гипотезу Проверю на Частичные выборки В несколько сотен Может быть уже Несколько даже тысяч Сейчас такие возможности есть То есть более чем Достаточно большую Для получения результатов Статистически значимых результатов И только после этого Буду принимать решение О том Нужно ли вносить изменения В программу Или не нужно Вот это научный подход При составлении Программы тренировок А не так Что ты посидел Подумал Два дня Решил что Вроде и так сойдет И опубликовал Свою программу Опять же друзья Я извиняюсь Если слишком Знаете Углубленно Но моя задача Во-первых Вам донести все Моя задача Чтобы вы спрогрессировали Были успешными И не зря тратили свое время Не дай бог Не потратили здоровья Вот Поэтому в принципе все Пользуйтесь господа Пользуйтесь Хочу чтобы вы прогрессировали Я всегда за разумную Обратную связь Что-то не получилось Напишите Прибавили Напишите Сделайте отчетик Не знаю Поделитесь с другом Все что угодно Все пророки бесплатные Берите Распространяйте Пусть Да как бы Ну ладно Чтоб люди прогрессировали Чтоб прибавляли А там уже Буду стараться Становиться лучше Выпускать для вас Новые проги Если Величина прибавки В одно 3 повторения За 5 недель Тренировочного цикла Это пустая трата времени Поэтому Лицемерно заявлять О том Что его цель Чтобы не тратили Время впустую Дмитрий Что я могу вам сказать На этом уровне Если вы подтягиваетесь 15-20 раз За 5 недель тренировок 4 раза в неделю Вы можете ориентироваться На прибавку В 5 повторений Давайте проведем эксперимент Давайте Если в комментариях Есть те Кто сейчас смотрит И подтягивается 13-24 раза Пожалуйста Напишите Запишите видео Как вы подтягиваетесь Это действительно Хорошие Четкие Чистые подтягивания Скиньте ссылку На свое видео В комментариях Я могу вам помочь Прибавить 5 повторений За 5 недель Или на самом деле Даже это будет быстрее Я просто посмотрю Ваше видео Скажу Что вам нужно изменить Как нужно подкорректировать Свои тренировки И вы сможете прибавить Очень быстро 5 повторений Я сейчас снова Начал тренировать Подтягивания Буквально пару недель назад Я начинал с 12 повторений На прошлой неделе Я уже потянулся 17 раз На свою третью тренировку Плюс 5 повторений Если бы Дмитрий Хотел, чтобы люди Прогрессировали Он бы вообще Эту программу Никому не показывал Удалил бы ее Из интернета И стеснялся бы Рассказывать людям о ней А не рекомендовал бы Всем пробовать ее Делиться с друзьями Рассказывать о ней Потому что прибавка В одно-три повторения За пятинедельный цикл В подтягиваниях На уровне 13-24 Это очень мало Есть разные методики Которые позволяют Моментально Прибавить несколько Одно-три повторений Прибавить буквально За 5 минут И на канале Также они описаны Вы их попробуете И вы сразу же Прибавите одно-три повторения К своим максимумам Сразу же Не 5 недель тренировок По 4 раза в неделю А сразу же Попробуйте Это действительно работает Потому что эти методы Открыты людьми Которые действительно Разбираются в том Как подтягиваться И действительно много подтягиваются Что касается вердикта По этой программе Ревизора не одобряет Эта программа Проверку не прошла Реально Никому не советую ее использовать Если ваша цель Увеличить количество подтягиваний Потому что вы просто Потратите время впустую Сможете ли вы по ней Прибавить немножечко Да Я не исключаю этот момент Но прибавка На уровне погрешности И подобные прибавки Можно получать Гораздо Гораздо быстрее Поэтому Дмитрий В очередной раз Показал Что он Не эксперт Мягко говоря В подтягиваниях В том Как все устроено Жалко конечно Что он боится Выйти с нами на стрим Обсудить В научной дискуссии Все свои косяки Но это и понятно Потому что Тогда он просто Покажет своей аудитории Что он На самом деле Не разбирается В подтягиваниях Так хорошо Как пытается Себя выставить Бывает Бывает Некоторым людям Важнее создать иллюзию Вокруг себя Чем Докопаться до правды Это не последний ролик Про Дмитрия Головинского У него есть еще одно видео Про подтягивания Где он Делится способом Быстро увеличить количество Посмотрим Что он будет советовать там А пока На сегодня все С вами был Антон Канал Стритворкаут Если вы хотите Чтобы подобные разборы Выходили чаще Больше И если вам понравился Новый вид разборов Когда мы смотрим ролик Не целиком А разбираем Отдельные моменты То пишите в комментарии И поддерживайте нас На сайте Бусти Оформим спонсорскую подписку Всего от 200 рублей В месяц Этот небольшой ваш вклад Поможет нам двигать канал Дальше и снимать Больше хороших роликов Спасибо И пока Я считаю Что других людей Все-таки нужно уважать Кем бы они ни были И если мои действия Каким-то образом вызывают Дискомфорт окружающих То я должен их пересмотреть Хотя бы задуматься На предмет своих действий Дискомфорт окружающих Дискомфорт окружающих Дискомфорт окружающих Дискомфорт окружающих